Всем привет! С вами Виталий Менчуковский и это новый формат на моем канале, на котором мы будем рассматривать разного рода приложения для дизайнеров, которые у нас есть где? Правильно, на планшетах и мобильных устройствах. Я буду рассматривать приложения для iOS, правильно надеюсь сказал, но есть аналоги такие же для Android, поэтому я думаю, что все там должно работать. Если каких-то приложений не будет, я буду говорить, что они доступны только здесь, только на iOS. И сегодня наше первое приложение, это у нас иллюстратор. Почему решил начать с иллюстратора? Так как он в принципе достаточно удобен и полезен, особенно для, так сказать, иллюстраторов. Пускай это звучит немножко таптологически, но для тех, кто рисует векторную графику, использование, допустим, вот этого карандаша, так сказать, или ручки Apple и графического планшета, очень круто, очень классно. Сейчас я расскажу все, что умеет делать иллюстратор, но сразу хочу сказать, для того, чтобы им пользоваться, вам необходимо, конечно же, лицензия. То есть вам нужно купить лицензию для иллюстратора на вашем компьютере. Пусть еще вы скачиваете иллюстратор на свой планшет и дальше уже используя свой Apple, точнее не Apple, а Adobe ID, вы можете работать и файлы, которые вы создаете в иллюстраторе, вам будут по облаку доступны, конечно же, и на вашем ПК, что очень и очень удобно. Ну а теперь давайте перейдем к рассмотрению самого приложения. Стартовое окно иллюстратора, как видите, не сильно отличается от стартового окна на ПК, все практически то же самое. Здесь мы можем выбрать даже, как будет выглядеть, либо в черной, либо в светлой теме, но это уже такие нюансы. Как обычно, на стартовом экране нам предлагают либо создать уже какой-то файл, заранее подготовленных, либо открыть имеющийся, просто у меня здесь никаких файлов пока не создано, спецо почистил, чтобы записать хорошо видео. Здесь есть вкладочка как бы ваши файлы, которые вы уже создали, поделиться с другими, удалить файлы, которые есть и так далее. Обучение. Но мы начнем просто с того, что создадим любой файл. Пускай это будет просто формат А4. Нажимаем создать. Все, файл создан. Слева у нас находятся все наши инструменты. Справа все возможные операции, которые здесь мы можем делать. Вверху у нас есть настройки, где мы можем выбрать единицы измерения, пускай это будут миллиметры. Нюанс, все на английском языке, но это не так страшно. Также настройки самого приложения. Здесь мы можем поменять расположение, где у нас находятся инструменты и так далее. Ну, единицы измерения, все как обычно. Все обычные настройки программы. Ничего суперсложного здесь нет. Ну и, конечно, цветовую схему можно сменить. Здесь доступна темная, светлая, просто белая и вот такая вот чуть-чуть светлей а-ля серенькая. Вернусь к своей темной. Все, с настройками все понятно. Также здесь у нас есть кнопка поделиться, сразу же выгрузить. Ну и все. Кнопки назад, вперед. Больше ничего такого сверхъестественно здесь нет. А инструменты здесь достаточно обрезаны. У нас есть инструмент перо. Работает оно, собственно говоря, точно так же, как и на ПК. Ставим точку, ставим следующую точку и можем здесь искривлять, рисовать любую кривую. Раз, два, три, четыре, пять. Все, кривая готова. Есть обычная, как бы, она и черная, и белая стрелочка одновременно. Выделяя любой объект, у нас все возможные настройки данного контура находятся снизу. Видите, здесь мы можем регулировать непрозрачность. Двигая вот этот ползунок вправо-влево. Очень, так сказать, интересно. Толщину обводки, расположение монтажа, перемещение, блокировка, дублирование и, соответственно, сразу удаление. Выделяем, удаляем. Все достаточно просто. Из свободных инструментов рисования здесь доступен обычный карандаш. Очень удобно. Выберем его. Здесь есть варианты уже обводки. Самую обычную, классическую берем. И просто рисуем. И у нас сразу получается вектор. Очень удобно. В настройках у нас есть возможность изменять цвет непосредственно заливки контура, цвет обводки контура. Ну и также плавность. Чем она у нас ниже, тем наш контур будет не так плавно рисоваться. Чем она выше, тем плавнее у вас будет идти линия. Вот такая вот. Стараться ее исправить. Ну, все просто. Ничего сверхъестественного нет. Здесь я обычно использую пятерочку. Все это дело можно выделить и доблестно удалить. Также у нас есть обычная кисточка Paint Brush. И, как и в иллюстраторе, в самом обычном у нас тут есть варианты, как она может выглядеть. То есть у нас есть вот уже заранее сохраненная. Вот, допустим, там арт какой-нибудь. Вот такую можно выбрать и ей уже как-то рисовать. Видите, у нас получается вот такой вот контур. Ну, собственно говоря, как и в иллюстраторе. Если мы выбираем вот такие кисти, здесь уже есть настройки самой кисти. То есть направление, как она будет там поворачивать. Все те же самые параметры, что есть и в иллюстраторе. Здесь, думаю, понятно. Ну, и также есть кисть у нас, позволяющая нам вот... Ну, это больше такое для написания, да. Вот кисть с разным изменением толщины при изменении длины и давлении кисточки. Можно рисовать, не знаю, иероглифы, например. В общем, все просто. Также здесь мы можем регулировать размер кисти. У карандаша этого, как вы видите, у нас нет. Мы здесь выбираем сразу уже толщину. А вот у кисточек такой параметр... Точнее, вот это вот кисточки, такой параметр присутствует. У обычной кисточки, как вы видите, тоже толщины нет. А здесь уже толщиной обводки можно играться. Все это дело, опять-таки, можно удалить. Есть обычный ластик. Есть инструменты фигур. Ну, классический, да. То есть, у нас есть квадрат, круг, треугольник, звезда и простая линия. Можно рисовать треугольник. Ну, собственно говоря, это все его преимущества, которые у него есть. Так, можно его пока удалить. Есть инструмент текст. Да, у нас есть текст горизонтальный, вертикальный. Просто выбираем текст. Кликаем, ну и уже можно здесь что-то писать. Раз, и какой-нибудь текст можно набирать. Ну, думаю, по работе с текстом, чего-то тут сверх, естественно, нового ожидать не приходится. Сразу внизу есть уже параметры текста, которые можно использовать. То есть, здесь есть трекинг. Вот такого вот. Есть у нас возможность изменять размер. Ну, и также, если открыть наши настройки, здесь есть вариант выбора шрифта. Какого-либо. Ну, и так далее. Керинг, трекинг, начертания. В общем, все возможные вариации работы с текстом здесь есть. Очень удобно. Можно работать с любым текстом. Также здесь можно добавить, точнее, изменить нашу монтажную область или добавить еще одну монтажную область. Правда, дублируется она у нас вот сюда в сторону. Можно их перетаскивать. То есть, документ можно создавать не с одной монтажной областью, а с несколькими. Очень удобно. Ну, и импорт сюда уже каких-либо файлов. То есть, здесь можно открыть фото, сделать фото или добавить картинку. Собственно говоря, здесь можно сюда влепить любое изображение и с ним работать. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Все это дело удаляем. Свойства пока закроем. К панели справа мы еще перейдем. Возьмем какую-нибудь фотографию. У меня уже есть заготовлено. Все, есть фото. Мы можем с ним работать. Мы можем его заблокировать. Здесь есть слои. Добавить новый слой. И, допустим, сидеть тут его как-то обрисовывать, зарисовать. В общем, работать с ним так, как мы захотим. Все, думаю, понятно. Вернемся к изображению. Что можно еще делать с изображениями? Здесь у нас есть в настройках, опять-таки, режимы наложения. Можем переворачивать, трансформировать. Но не это самое интересное. У нас здесь и есть трассировка. Вот она, векторизация. Видите? Нажимаем. Пошел процессинг. Ну, и дальше мы уже можем выбрать, точнее, не выбрать, а настроить, как будет происходить наша трассировка. Допустим, вариант там лого, рисование. И дальше идут настройки. Все точно так же, как и в обычной трассировке в иллюстраторе. Эта функция появилась вот в новом иллюстраторе. Я имею в виду в новом для мобильных приложений. И теперь вы можете просто трассировать изображение. Дальше экспенд. Разобрать. И все. У вас готовый вектор. Работайте с ним на здоровье. Думаю, тут, опять-таки, ничего сложного нет. Дальше, что у нас есть еще здесь справа в настройках? У нас есть возможность настроить нашу монтажную область. То есть, наш артборд. То есть, включать-выключать направляющие, рулетки, сетки и тому подобное. Работа с комментариями. Новая опция, которая хрен знает, зачем она нужна. Обработка контуров здесь есть. Вариантов здесь немного, как вы видите. Урезано по сравнению с обычным иллюстратором. Также есть обычный инструмент вырезания. Выравнивание контуров. Работа с векторами и объектами. Здесь можно группировать, разгруппировать, создать маску и тому подобное. Преобразовать обводку в кривые. В общем, стандартные опции. Работа с шрифтом. Дальше у нас работа с контурами. Здесь мы можем сделать ровный угол, скругление, вырезать, объединять. Стандартные опции. Повтор. Обычный повтор, который у нас появился недавно в иллюстраторе. Берем какой-то объект и выбираем повтор, допустим, радиальный. Все. Вот у нас появился. И здесь мы уже его можем настраивать, корректировать. Рисовать такие штуки. Здесь у нас ползунок справа. Собственно говоря, такая же опция, как и в обычном иллюстраторе. Ну и, конечно же, у нас есть связи. Мы с вами можем линковать документы, обновлять изображение. То есть подтягивать так же, как в самом обычном иллюстраторе. Вот, собственно говоря, и весь набор инструментов, которые здесь есть. Но его более чем достаточно, чтобы работать с самыми обычными векторами изображения. Либо рисовать иллюстрации. Вот такой вот иллюстратор у нас есть на планшете. Его, конечно, можно поставить и на телефон, но работать вы там не сможете. Но на планшете все очень удобно. Но есть нюансы, о которых, собственно, нужно упомянуть. Самый главный момент, это если вы возьмете, скачаете файлы формата AI, там, EPS. И попытаетесь их открыть на планшете, это возможно. Подключаете сюда просто жесткий диск, пытаетесь открыть или просто загружены файлы. Он их не поймет. Вот такой вот нюанс. Но если вы возьмете файл формата AI с вашего компа, его загинете в облако, вот тогда его здесь можно открыть и попытаться отредактировать. Поймет ли он все, я не знаю. Я с такими суперсложными документами работал, но самые простые он понимает, работать с ними можно. И также созданный файл здесь на планшете, если у вас настроено облако, будет спокойно открываться на вашем компьютере, вы сможете продолжить с ними работать. Классно то, что вот здесь само создание контуров достаточно проще. Есть стилус, вы прорисовали все необходимые элементы, детали, контуры. Потом все это дело сохранили и уже продолжаете работать на вашем стационарном компьютере, где у вас уже больше инструментов, больше возможностей. И это в разы облегчает работу, особенно если вы, допустим, часто в каких-то разъездах находитесь или путешествуете, и вам в самолете летите, и нужно сделать какую-то работу, пока летите, можете ее прорисовать и прилетев на место уже сделать. В общем, это, так сказать, дополнительная мобильность. Это круто, классно. И для тех, кто занимается именно рисованием, то есть созданием иллюстрации, прорисовки логотипов и так далее, я считаю, эта программа прям must-have. Если у вас уже есть планшет, есть к нему стилус, тогда да. Если у вас нет планшета, нет стилуса, и только ради этой программы покупать планшеты стилус смысла не имеет. Помимо этой программы есть и многие другие, о которых я расскажу в дальнейших видео, если этот формат зайдет, а все зависит от того, сколько лайков вы поставите и комментариев напишите. В описании под видео, как всегда, ссылки на полезные видеоуроки, а также ссылки на соцсети. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего происходящего на канале. Ну а с вами был Виталий Мечуковский, и мы уже очень скоро увидимся. Всем пока!